Друзья, всем привет! Сегодняшнее мое видео будет посвящено курочкам, нашим кормилицам, курочкам-несушкам. В общем, породы у всех разные, но в основном кто-то держит для души декоративных, кто-то держит на яйцо, кто-то держит на мясо. И все мы с вами должны делать профилактику курочкам от глистов, от паразитов, от гельмитов. И вот когда мы делаем профилактику гельмитов, паразитов аптечными средствами, мы вынуждены яйценоскость курочек. В общем, получится так, что яйца в пищу непригодны в период пропойки от глистов. Мы не можем не продать эти яйца, то есть теряем рубчик золотой, кто занимается именно продажей. Кто держит кур для себя, тоже яички мы должны каким-то образом утилизировать. Там, допустим, может их, я не знаю, кто куда их девает, но тем не менее яйца продать мы не можем и сами кушать мы не можем. Так вот, друзья, чтобы нам не терять яички и здоровье курочек было всегда хорошее, я в сегодняшнем видео поделюсь с вами хорошим рецептом. Этот рецепт довольно-таки простой. Нам понадобятся обыкновенные тыквенные семечки. Я вот заготовил заранее семечки. Сейчас вам все крупным планом сниму, покажу. Итак, друзья, смотрим внимательно и записываем. Итак, давайте постепенно. Вот я приготовил тыквенные семечки, заранее высушенные. Обратите внимание, у них есть такие рубашечки, вот они тоненькие, они слетают. То есть, семечки тарахтят достаточно сушеные. Высушить можно на батарее, на солнышке, но, в принципе, сейчас уже лучше на батарее, потому что холодно, на улице сыро. Так вот, берем примерно пол-литровую баночку таких семечек тыквенных. Вот, обыкновенные тыквенные семечки. Пол-литровую баночку. Берем вот такую замечательную крупоружку. У меня вот есть самодельная крупоружка. Здесь специальный отсек, который собирает зерно, молотое. Вот там уже, видите, я уже перед тем, как снять видео, немножко намолол, ну, ведро перемолол. На ведро я положил пол-литровую банку тыквенных семечек. Получилась вот такая сыпучая масса. Вот, я набираю. Я здесь уже все перемешал, то есть, перерушил. Сюда все высыпалось. Затем все еще тщательно, мастерочка, у меня вот такой вот мастерочек заготовленный есть специально для этих целей. Я им мешаю вот так здесь. То есть, я здесь все это дело перемешал, чтобы равномерно попала курочка моим. Затем сюда высыпаю, допустим, ну, мои куры съедают за сутки таких ведер примерно 4 там. Вот, все, вы высыпаете в специальную тару, наливаете сюда немножко водички, прям немножко я имею ввиду, чтобы вот эта вот мука пыльная, чтобы все это слиплось, чтобы все это прилипло, чтобы курочки наши кушали хорошо. Кто-то дает сухое, пожалуйста, давайте сухое, но я вот предпочитаю давать слегка-слегка смочить водичкой, чтобы курочка не подавилась, не поперхнулась. Все это тщательно перемешиваем. Вот, видите, получилась такая, в принципе, рыхлая. Вот у вас должен быть и комок, чтобы не образовывался, ну и чтобы это не сыпалось пылью. Так определяют степень увлажнения корма. Все, теперь берем мы это увлажнение, идем кормить курочек. И куры получают таким методом тыквенные семечки, которые, это научно доказано, научно доказано, которые являются профилактикой, средством от паразитов, самым народным, самым хорошим, самым проверенным. Некоторые даже лекарства делают из вытяжки, из тыквенных семечков, некоторые делают там на чесноки, в зависимости от завода-производителя. Но, друзья, самая основа – это тыквенные семечки. Они обладают таким свойством, что паразиты погибают и выходят естественным путем из организма курочек. А вот и наши подопечные красавицы-несушки. В моем хозяйстве на сегодняшний день имеются несколько, значит, вот эти черные, красные, дымчатые. Это у меня, вот, пожалуйста, видите, это у меня доминанты, куры породы доминанты. Вот они прекрасно, очень любят такую мешанку, кашку. Значит, есть доминанты, есть сусикс, немножко есть у меня легорн, и немножко есть адлерское серебро, вон, белый. Два петуха – это адлерское серебро. В общем, куры, в принципе, все меня устраивают, все хорошие. Самые прекрасные, мне нравятся по поведению, это вот эти доминанты. А вот легорнушки, вон они белые бегают, они немножко какие-то шебутные, я бы сказал. Вот они, с кривыми такими гребнями. А вот доминантки, видите, то есть куры вот эти, в принципе, ручные. Вот сусикс убежала. Ну, видите сейчас, как они кушают. Вот курочки сейчас получают и корм полезный, и делают профилактику всех паразитов. Вот таким вот образом куры с удовольствием поедают тыквенные семечки. Даже об этом не подразумевают. Вот видите, Петя поблагодарил меня. Пробовал я давать тыкву просто разрезать, думаю, там семечки будут клевать. Нет, куры, к сожалению, целые семечки мои куры не берут. И мне вот взрослые люди посоветовали делать так. Они делают так все время, кстати. И на выставке, на ярмарке в Кропотке не общался с известными куроводами, заводчиками элитных кур и породистых кур. Все говорят, это хорошая вещь. Тыквенные семечки, перемолотые. Удобно и полезно. Давать можно, допустим, для профилактики, я думаю, 3-4 дня в месяц. Можно каждый месяц это делать. Если кто-то сомневается в эффективности тыквенных семечек, можно без проблем взять, допустим, пропоили вы курочек этими тыквенными семечками, или прокормили, будет правильно сказать, да? И затем вы берете яички, берете, да, в общем, сдаете на анализ в ветолабораторию. Ветолаборатория делает посевы, там смотрит. Ну, сколько ребята проверяли, ни разу гельмитов не оказалось. Ни в помете, ни в яйце, ни в мясе птицы. То есть метод проверенный. Потому и рекомендую его в массы. До скорой встречи, друзья. Всего всем хорошего. Продолжение следует, как говорится. Продолжение следует...